Больше 88 миллионов тенге было выделено на акцию по выкупу оружия у населения в Казахстане. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел. По данным правоохранителей, более тысячи граждан по всей стране добровольно сдали огнестрельные оружия и патроны. Акция уже завершена в Нур-Султане, Алматы, Шимкенте, Туркестанской и других областях Казахстана. В целях обеспечения общественной безопасности и профилактики преступлений с применением огнестрельного оружия, Министерством внутренних дел ежегодно проводятся акции по выкупу у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. В текущем году данная акция стартовала с 25 апреля. На эти цели из республиканского бюджета было выделено 88,7 миллионов тенге. Мероприятия по выкупу у населения предметов вооружения МВД проводятся с 2008 года. За этот период гражданами добровольно сдано более 54 тысяч единиц огнестрельного оружия, более 2 миллионов патронов к нарезному оружию на общую сумму 1,8 миллиард тенге. На брифинге стражи порядка также рассказали, что за два с половиной месяца выявили больше 600 наркопреступлений. Злоумышленники неоднократно сбывали, хранили и выращивали запрещенные вещества. По данным полицейских, выращиванием марихуаны зачастую занимаются жители южных регионов. Для задержания наркофермеров стражи порядка совершают вертолетные облеты над Казалардинской областью из смежных с ней регионов. Из незаконного оборота изъято 2 тонны 690 килограмм наркотических средств, в том числе 1 тонна 98 килограмм марихуаны, 113 килограмм гашиша, 19 килограмм синтетических наркотиков и 278 тысяч кустов наркозодержащих растений. Уничтожено более 60 тонн дикорастущей конопли. Для обслуживания таких посевов преступниками оборудуются схроны, создается система капельного орошения. Чтобы не привлекать внимание к таким полям, рабочие с мая по октябрь месяц находятся на местах, им периодически привозят продукты и все необходимое. Правоохранители также выявили свыше 1600 сайтов, которые рекламировали и продавали наркотики и психотропные вещества. Вдобавок удалено больше 4000 граффити-рисунков, которые открыто рекламировали ссылки на интернет-ресурсы по продаже запрещенных веществ.